Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он называется Авифавир. Поставки начнутся на следующей неделе. На заседании регионального оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров поручил руководителю областного Минздрава ускорить поставку и обеспечить ритмичность поступления лекарства в необходимых количествах. Обсуждали также санитарно-эпидемиологическую ситуацию по региону и план проведения мероприятий в условиях ограничительных мер. Новый российский препарат для лечения COVID-19 будет поступать в Самарскую область в достаточном количестве. Авифавир стратегически необходим для лечения больных. От поставок зависит, как скоро остановится поток нарастания пандемии. Об этом говорили на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, которую в режиме видеоконференции провел губернатор Дмитрий Азаров. Руководителю областного Минздрава поручено обеспечить ритмичность поставок лекарства. Концентрируйтесь на скорости поставки. Сразу, конечно, концентрируйтесь и на объемах, и на ритмичности этих поставок. Все необходимые меры предпринимайте. Надо отправляйте снабжаться на предприятие. Договаривайтесь. Если мне нужно подключиться, кому-то сделать звонки, поддержать вашу работу, я готов. Ситуации в Самарской области относительно благополучны. Заболеваемость втрое меньше среднероссийских показателей. ЗАГСы, библиотеки, спортивные залы уже открыты. Теперь посетители должны проявить сознательность и строго соблюдать правила Роспотребнадзора. На коллективные тренировки пока допущены только профессиональные спортсмены и члены сборных команд. Те, кто привык посещать общественные места без масок, должны иметь в виду, что их могут попросить на выход. Правовые основания для этого есть. Это касается и болельщиков, которые придут на стадион Самара-Арена в игровые дни. 19 июня состоится матч 23-го тура Чемпионата России. Крылья Советов – Ахмат. Роспотребнадзор разрешил допуск на трибуны зрителей, но при условии, что их число составит не более 10% от вместимости стадиона. На стадионе Самара-Арена можно разместить 4231 зрителей. Все болельщики, которые попадут на стадион, должны быть в масках, перчатках. Мы этот вопрос проработали по обеспечению СИЗ и будем организовать эту работу непосредственно на стадионе в случае отсутствия таковых у людей. Снимать маски и… Помогать в организации мероприятий будут волонтеры. Всего их задействовано почти 3,5 тысячи. В их числе постоянно прибывает. Сейчас региональные власти ждут новых послаблений со стороны Роспотребнадзора. На ближайшем заседании штаба рассмотрят возможность дополнительного смягчения ограничительных мер. Олег Зверев дарит рухово события. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 111 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 3370 человек. Такие данные в четверг 11 июня опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. В Самарской области 1651 человек выздоровели и выписаны. 37 пациентов скончались. Трое за последние сутки. Ученики 9 и 11 классов получат аттестат без сдачи экзаменов. Такое постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Привычный порядок сдачи экзаменов изменили из-за пандемии. Поступление в колледжи и техникумы будет возможно по аттестату. ЕГЭ же смогут сдать те, кто решится пойти получать высшее образование в этом году. Школа обязуется провести дистанционную подготовку детей к выпускным экзаменам. При этом организация ЕГЭ будет проходить с учетом всех необходимых требований безопасности, пояснили в Министерстве просвещения Российской Федерации. В регионы направлены соответствующие рекомендации Роспотребнадзора по организации ЕГЭ. Провели детальный анализ готовности регионов к их реализации. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня. Кроме того, сдать ЕГЭ можно будет в июне и августе. Подать документы разрешается в несколько вузов без личного присутствия. Зачисления пройдут в августе. Учебный год начнется с сентября. Школа на пятой просеке решит проблему размещения учеников для большого микрорайона новостроек. Сегодня ход строительства проверила глава Самары Елена Лапушкина. Учебное заведение возводится в рамках нацпроекта образования и находится на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас на площадке работы идут ударными темпами. Также интенсивно ремонтируется улица Старозагора. Как идут стройки, обозначенные в национальных проектах, увидел Олег Зверев. Работа на стройплощадке кипит круглосуточно. Строительство новой школы на пятой просеке стартовало 14 мая. Сейчас подрядная организация уже завершила формирование фундамента. Строители говорят, что при нынешних темпах они и к первому сентября могли бы успеть. Но по регламенту нужно соблюдать все сроки и достроить первую очередь в декабре. Об этом сегодня рассказали главе города. Елена Лапушкина приехала на объект с проверкой, как идут работы. А не жалуются жителей сейчас, что в ночь работают? Нет, у нас больше на это жалоб не было. Но мы, в принципе, с ними в контакте. Объясняем, что для того, чтобы школу быстро построить, нам, конечно, нужно максимально задействовать время. Ну и в целом с пониманием люди относятся. Жители действительно понимают, что школа в этом районе необходима. От темпов строительства зависит, куда их дети пойдут учиться. В окрестных кварталах новостроек уже сегодня живут более 20 тысяч человек. А школы всего две. 46-я, она в километре отсюда. И 139-я, она еще дальше. Но мест там уже не хватает. Поэтому для жителей этот объект особой важности. И уже в декабре этого года школа примет первых учеников. В декабре будет сдано первое здание, рассчитанное на 600 учеников. Сразу после этого начнется второй этап. Возведение еще одного помещения на 850 мест с детским садом, с ясельными группами. И сам проект, и план благоустройства территории школы отвечают самым современным стандартам. Огромное спасибо жителям, что они эту стройку поддерживают. И даже то, что сейчас внесли изменения в закон Самарской области о тишине, и позволили в рамках национального проекта работать ночью, жители с пониманием к этому относятся и терпеливо ждут окончания стройки. Мы были с вами здесь две недели назад. Вы видите, какие серьезные изменения происходят. На сегодняшний момент строительство сходится с опережением графика. Школа на пятой просеке строится по национальному проекту образования. Еще один нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в полной мере реализуется на улице Старозагора. Двухлетний цикл комплексного ремонта предусматривает обновление проезжей части, благоустройство всей территории от фасада до фасада, обустройство подъездных карманов для остановок общественного транспорта и дополнительных парковочных мест для автомобилей. На самом деле это очень важно, чтобы было где поставить машину, чтобы зайти в аптеку, магазин или любое другое учреждение. На улице Старозагора от Советской армии до Ташкентской было 7 тысяч квадратных метров парковочных мест. Их все планируется отремонтировать, плюс дополнить, то есть создать еще 3 тысячи квадратных метров парковочных карманов. Работы на участке от улицы Советской армии до Нового вокзальной были выполнены в прошлом году. В этом году предстоит сделать то же самое в сторону Ташкентской. В общей сложности длина участка, который приведут в порядок, более 5 километров. Олег Зверев, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Более 10 участков теплосетей перекладывают в Самаре, ремонтируют котельные и тепловые пункты, проводят гидроиспытания. За качеством работ следит штаб по подготовке к зиме. Он собирается раз в неделю, но контроль ведется каждый день. Сергей Кизоркин увидел, как город готовится к новому отопительному сезону. Перекладка теплосети на улице Ульяновска ведется уже несколько недель. От Садовой до Галактионовской и дальше до Студенческого переулка. Пока отрабатывается участок до Самарской. Капитально сделаны новые бетонные тоннели и теплоузлы. 78 метров утепленных труб ждут своего часа. Сегодня траншею раскопали до Галактионовской. К понедельнику нужно будет завершить работой, чтобы возобновить движение транспорта по улице Самарская. По проекту проектировать планировалось протащить трубу под Самарской. В результате обследования канала, который был под этой улицей, пришли к выводу, что канал в плачевном состоянии, его надо менять. Поэтому будем перекапывать, демонтировать старый канал, строить новую конструкцию и пускать движение. На 11 объектах из 15 запланированных работа идет полным ходом. Параллельно готовятся к холодам и котельные. В Красноглинском районе на улице Южной тоже кипит работа. Здесь поменяли несколько метров наружной теплосети. Проводится ремонт пятого теплового пункта. Сейчас устанавливают насосы. Работы ведутся по графику уже полтора месяца. Отопление и горячая вода поступают в поселок Южный и Пятый квартал. Это детский сад, две школы, два санатория, интернат и порядка 40 жилых домов. Материал есть, все есть. Люди есть. Готовились, промывали теплообменники, теплоизоляция, очистительная замена запорной альматуры. Контролирует и проверяет ход ремонта, испытаний и запуска теплосетей и котельных городской штаб по подготовке к зиме под руководством замглавы Самары Владимира Василенко. В совещании разбор текущей ситуации по всем объектам проходит еженедельно. Ход работ проверяют каждый день. Общий объем перекладок по этому году, по этому, должен составить у нас 2 миллиарда 100 миллионов. Это впервые за всю мою многолетнюю работу по Самаре. Мы делали, у нас единственный год был, это 17-й, где мы по Самаре выполнили объем перекладок на миллиард 100. Мы начинаем работу и будем строить ее опережающими темпами, ликвидировать отставание перекладок по тепловым сетям. Благодаря этим средствам дополнительно отремонтируют еще 6 участков теплотрасс. Один из наиважнейших связан со строительством школы на пятой просеке. Он пройдет по советской армии. Его протяженность почти 2 километра. Все работы по подготовке к новому отопительному сезону планируется закончить до середины сентября. Пока ремонт идет с опережением графика. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. В Самаре продолжают ремонтировать объекты культурного наследия. Всего в регионе на этот год запланировано обновить 53 исторических здания. Работы завершены в 117-м доме по улице Красноармейской. Здесь капитально отремонтировали кровлю. Этот дом был построен в 1935 году по проекту известного архитектора Петра Щербачева. На обновленной крыше побывала наша съемочная группа. Теперь жители 117-го дома по Красноармейской могут смело делать ремонт в квартирах. Раньше мешала протекающая крыша. Говорят, за вековую историю здания ремонта здесь ни разу не было. Все было гнилое. Все вот в этом подъезде пожар был. В том подъезде тоже пожар был. Лаги все были вообще такие все сожженные. Кто делал ремонт, все это все на смарку, в общем, там делали. Делала она евро-ремонт. У нее все там все отвалилось, все свалилось. В общем, вот, наконец-то мы дождались. Евро-ремонт. 117-й дом по Красноармейской строился для управления Самары-Златоустовской железной дороги. Возведено здание по проекту знаменитого архитектора Петра Щербачева в 1935 году. Изначально крыша дома была фальцевая, то есть сделана без стыков. Строители при ремонте придерживались технологии и сохранили задумку архитектора. Соблюли и другие условия. Прежде чем приступить к ремонту объекта культурного наследия, подрядная организация получила специальное разрешение и проектную документацию. При ремонте таких зданий важно сохранить исторический облик. Была разработана научно-проектная документация, которая согласовывалась с управлением охраны объектов культурного наследия. Потом подрядная организация у нас получает разрешение на производство работы. И, соответственно, все работы выполняются в рамках научно-проектной документации. То есть ведется как технический надзор от заказчика, так и авторский надзор. То есть это проектная организация, которая следит за соблюдением проектных решений. К ремонту крыши приступили весной. С учетом перерыва на карантин в график уложились. Объем работ предстоял большой. Старые конструкции сильно обветшали. Здесь мы сделали капитальный ремонт крыши, в который входил усиление стропильной конструкции, замена утеплителя полная, полная смена обрешетки, огнебиозащитная обработка деревянных конструкций, полная смена покрытия, полная смена ограждения и водосточных систем. В планах на этот год отремонтировать в Самарской области 53 объекта культурного наследия. Всего в списке на ремонт числится больше 200 домов. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Визит, который нельзя откладывать. В Самарском областном онкологическом диспансере пациентов принимают в обычном порядке. Вот только меры предосторожности усилили. Результаты анализов больные присылают через интернет заранее. А при посещении онкоцентра дезинфицируют руки, меряют температуру и надевают маски. Слово Елене Малютиной. У медиков из приемного покоя онкоцентра во время пандемии коронавируса работы прибавилось. Сначала они должны определить, не болен ли поступивший коронавирусом. Для этого врачи проводят предварительный осмотр каждого пациента. Собирают тщательный анамнез, узнают, были ли контакты с людьми, у которых есть первичные признаки инфекционного заболевания. Все пациенты, поступившие в стационар химиотерапевтического отделения, имеют возможность за несколько дней по интернету направить результаты своих анализов, которые сделали амбулаторно по месту жительства, чтобы лишний раз не посещать центр. При малейшем подозрении им даются рекомендации, и эти пациенты получают помощь уже в поликлиниках по месту жительства при подозрении на инфекционные заболевания. Поэтому это тоже один из методов. И значительно увеличено количество пациентов, кто проходит телемедицинские консультации, именно в режиме онлайн с федеральными центрами. В онкоцентре, чтобы уменьшить количество контактов между пациентами, разграничили их потоки. Те, кто проходит лечение в стационаре, не пересекаются с пришедшими на амбулаторное лечение. Врачи говорят, что хотя эпидемиологическая ситуация и сложная, но она не должна стать препятствием для получения медицинской помощи в онкоцентре. На речи, когда идет о первичных онкологических больных, требующих неотложной помощи, визит откладывать не надо. Если это плановая ситуация и какой-то текущий осмотр, то, наверное, может быть и есть смысл на 2-3-4 недели отложить, если это есть такая возможность. По мнению медиков, если речь идет о регулярном наблюдении, визит можно сдвинуть на более поздний срок. Но лечение откладывать ни в коем случае не стоит. Елена Малютина, События. Пригородные электрички безопасны для поездок. Они несколько раз за день подвергаются санобработке от коронавируса. А на станциях и в вагонах контролируют масочный режим кондукторы, полиция и охрана РЖД. Как проводятся профилактические меры, узнал наш корреспондент. Пригородная электричка только что вернулась из рейса Безенчук-Самара и сразу попала на дезинфекцию. Снаружи автоматическая установка моет ее раствором хлора. Затем вагоны попадают в цех, где их уже вручную обеззараживает и отмывает спецбригаду. Сначала с помощью хуливеризатора химраствором уничтожают все возможные микроорганизмы. Спустя 30 минут уборщицы протирают все поверхности, которых может коснуться пассажир, в завершении моют пол. Работаем и от души желаем, чтобы это, скорее всего, закончилось, чтобы люди могли ходить на работу и все. Чтобы все было хорошо. Вот поэтому и стараемся, чтобы не пропустить никакой этот, чтобы каждый день отрабатывать то, что нам приказано, то, что нам сказано, мы должны все это сделать, чтобы быстрее это все прошло. За сутки в депо Безымянка на дезинфекцию попадает 128 вагонов. Они курсируют по Самарской области. Некоторые поезда обрабатывают по нескольку раз, в зависимости от количества рейсов. Как мы начали работу с 20 марта по дезинфекции всех вагонов, у нас пассажиропоток был очень сокращен, в пределах 30% и менее. На данный период у нас пассажиропоток 45-50%, но идет постоянное увеличение пассажиропотока в зависимости от обстановки, которая у нас в Самарской области. В середине мая электрички стали водить пассажиров по летнему расписанию, в полном объеме. Желающих уехать на дачу с каждым днем становится все больше, поэтому контроль за соблюдением масочного режима в поездах на станциях усилился. Настоящее мероприятие направлено на исполнение требований законодательства по соблюдению жителями Самарской области масочного режима. Со своей стороны обеспечивается постоянное аудиоинформирование пассажиров на остановочных пунктах. Пассажиры говорят о мерах дезинфекции, знают, и потому в пригородных электричках чувствуют себя в безопасности. А на платформах диктор регулярно напоминает, что нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Соблюдайте личную гигиену. Используйте маски для лица. Откажитесь от посещения массовых мероприятий. Во избежание рисков для здоровья соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра. Олег Зверев, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. С начала недели в Самаре возобновили работу ЗАГСа. Из-за послабления режима самоизоляции парам разрешено приглашать на церемонию до 10 человек. Кроме того, важно соблюдать и иные правила безопасности – дистанцию, а также надевать маски. Мария Левина стала свидетельницей необычных церемоний. После такой свадьбы молодоженам точно будет, что рассказать своим внукам. У алтаря они стоят с огоньком в глазах и маской на лице. Является ли ваше решение стать собой вне взаимной? Эти кадры точно войдут в историю. Белое платье, фата, а к ней еще и маска. Мария и Юрий Семеновы познакомились год назад на свадьбе у друзей. Прошлой осенью подали заявление в ЗАГС. Тогда пара и представить не могла, какая неординарная церемония их ждет. Мы ожидали свадьбу небольшую, в кругу самых близких родных друзей. И поэтому, в принципе, по сути, выходит, конечно, еще уже, чем мы хотели. Но хотя бы так. Теплый, конечно же, потому что рядом были те люди, которые желают нам только доброе счастье. Гостей немного. По правилам послабления режима самоизоляции на церемонии, включая жениха, невесту и государственного регистратора, может быть не больше десяти человек. Зато собрались самые близкие. Один из родственников жениха – главный тренер сборной России по пляжному футболу. Конечно, непривычное ощущение. Достаточно удивительно находиться не так близко, не в таком, наверное, большом коллективе. Хотя свадьб довелось посетить достаточно много. И, конечно, это будет стать особняком. Конечно же, запомнится свадьба не особым режимом, в котором она прошла, а главными атрибутами торжества – обменом польцами, праздничной обстановкой и свадебным танцем. В этом уверены Максим и Евгения Гавердовские. Их истории любви в этом году исполняется 10 лет. После снятия всех ограничений молодожены планируют собрать всех друзей на большое торжество. Будет сейчас помнить, да, конечно. За такой период времени мы немного адаптировались, а планировали, конечно, собрать сразу всех гостей, отметить с ведущим, ну, со всем парадом, как говорится, да, чтобы всех вместе собрать. Но вот так сложилось, но ничего страшного, мы хотя бы собрали всех самых близких людей. Прийти на церемонию регистрации вместе с родственниками стало возможным с начала этой недели. Во время самоизоляции молодожены расписывались без гостей вовсе. Многие проводили онлайн-трансляцию свадьбы для родных. Несмотря на такие ограничения, заявлений в ЗАГС меньше подавать не стали. С начала 2020 года только в Самарском теремке провели более 600 регистраций. Сотрудники уверяют – до конца года поженят всех желающих. Всем хватит дней, поверьте, потому что в период самоизоляции многие пары в период апреля, мая переносили активно свои заявления на летний период. Вот на июнь, на июль. Так распределены слоты и работа с людьми, что все работает как часы. Мария Левина, Константин Головин. События. Голосование за поправки в Конституцию в масках, перчатках, с помощью одноразовых ручек и, возможно, на открытом воздухе. Правила поведения на избирательных участках 1 июля обсудили на совещании, которое организовала рабочая группа областной общественной палаты. Оно проходило в режиме видеоконференции с участием представителей власти, избиркома и научной общественности. Необходимо создать безопасные условия, в том числе и для тех, кто сегодня проходит лечение от коронавирусной инфекции, чтобы дать возможность высказать свое мнение всем жителям. Конституция принята в 1993 году. 1993 год, это 25 лет назад, это совершенно другая политическая реальность, совершенно другая экономическая и социальная реальность. Очевидно, что изменения в Конституцию назрели. Ее необходимо менять. Другой вопрос, как менять и как к этому отнесется общество. Поэтому мы с вами находимся на пороге голосования по проекту Конституции, для того, чтобы выяснить, насколько общество готово к принятию новой современной Конституции. В Самаре открыли мемориальные доски в память о заслуженных сотрудниках уголовно-исполнительной системы. Николай Булкин и Аркадий Красильников отдали службе более 40 лет жизни. За это время они сумели наладить в колониях производство, а также разработать методики перевоспитания осужденных. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Полковник внутренней службы УФСИН Николай Булкин посвятил любимой работе большую часть своей жизни. Он сумел наладить выпуск оборудования для цементной промышленности в исправительной колонии номер 16. Оно пользовалось широким спросом, его поставляли в 21 страну мира. Сегодня на церемонию открытия мемориальной доски пришла дочь Николая Ирина Рабкина. Рассказывает, мужчина был не только образцовым сотрудником, но и любящим и заботливым отцом. Хочу сказать, что он удивительный был человеком для семьи. Это был удивительно любящий, заботливый, внимательный. Это была, в общем, опора всей нашей семьи. Он был как бы центром нашей семьи. Он всегда думал наперед о нашей семье, заботился о нас. И, конечно, нам его очень не хватает. Коллега Николая Булкина Аркадий Красильников написал более 20 научных статей, в которых изложил методику воспитательной работы, а также стал автором книги по истории уголовно-исполнительной системы «Ремесло окаянное». И все знали, и молодцы, что сегодня заслужили людей. И надо за это говорить спасибо. Их коллективу, что они забывают. Значит, коллектив на верном пути верной дороге идет. За успехи в службе оба офицера еще при жизни получили государственные награды. В том числе, почетные знаки от главы региона за труд во благо земли Самарской. После увольнения Николай Булкин и Аркадий Красильников работали в ветеранской организации и передавали опыт молодым сотрудникам. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин